Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам при Святой Троице. В очередной раз мне скинули ссылку на умного человека. Человек живет в Канаде и сейчас очень популярный якобы доктор. И просит меня посмотреть и высказать свое мнение. А я только недавно об этом докторе спорил с одним человеком, где он мне все про него рассказал. А я этому человеку в очередной раз высказал свои претензии к этому доктору. И претензии у меня очень простые. Все говорят одно и то же. Ничего нового доктора, можно сказать, уже придумать не могут. Потому что был когда-то Авиценна и все остальные врачи. И все, что новое у них появляется, это давно известные старые, но чаще всего другим языком. Меняется время, меняется язык. Можно применить новые термины к тому, что ты говоришь. Я так понимаю молодому человеку или тому, у кого открываются глаза, А это бывает аж с 30 до 50 лет. Вдруг становится интересно, как он четко все сказал. Как у него грамотно все изложено. И это только потому, что этот человек чаще всего других до этого не слушал или не изучал. И поэтому он, натолкнувшись в данном случае на такую концепцию, А чаще всего это какие-то концепции жизни, концепции выживания, концепции получения здоровья, получения энергии и так далее и тому подобное. Он восхищается этой концепцией. Когда ко мне приходят такие люди с этими концепциями, Так как я очень много изучал различных таких людей и вариантов, И можно так сказать с 80-х годов являлся экспертом по этой тематике, Так как у нас еще и был специальный комитет в России создан. Назывался он немножечко странно, Союз инженерных обществ. Но это было чисто формальное название. Его задача была как раз изучить как можно больше вот таких разных людей И выбрать то, что нужно, можно так сказать, для государственного использования. Поэтому уж извините, я лично встречался с теми же Кашпировским, Чумак и многими-многими другими, Кто тогда были популярны и известны. С некоторыми подружился, у которых система, мне показалось, не такая, как говорится, не то что хитрая, А более рабочая, без всяких уходов, как говорится, в ненормальности. Ну, в частности, Сергей Михайлович Бубновский, в это же время мы с ним познакомились, в это же время и так далее и тому подобное. То есть по существу я перечитал и даже углублялся в некоторые, ну, не одну сотню всяких систем и всяких, значит, ученых. Каким-то пытался следовать, то есть Берг, спасибо, аюрведы и всякие другие системы, которые были когда-то популярны. Я в них иногда втягивался до такой степени, что прямо думал, что все, это для меня жизнь, я себя нашел в этой жизни. Правильно, 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 молодец, спасибо. Коль, наточишь мне цепь, если принесу? Спасибо. А, ну, простая цепь. У тебя работает ли аппаратик-то? Ну вот, я тебе принесу, ладно. Маленькая у меня цепь с этой, с аккумуляторной пилой. Небольшая. Полуцепь. Спасибо. Но каждый раз в этих системах я упирался в том, что чего-то в них не хватает. Какая-то вот тупик, какая-то недостаточность. Слов много, слова красивые. Очень часто люди, те, которые все это высказывают, красивые. Я бывал на семинарах, где были сотни таких людей. И некоторыми можно было восхищаться, как они точно знают, как тебя сделать здоровым. Но, чем больше я углублялся в православие, точнее, в христианство, а теперь я это называю еще и словенство, то есть в то, что дал нам Господь, Бог, слово для нашей жизни через Господа нашего Иисуса Христа. Тем больше я убеждался, что вот это концепции жизни человечества, которые заключаются в том, что все имеют разные кожи, то есть разные тела, все имеют разные места проживания, а значит их организм приучен к различным веществам. Все имеют различный язык, на котором основывается не только наш ум, но, как интересно, еще и генетика основывается. Генетики доказали, что слово входит в состав генетического, как говорится, кода. Поэтому здесь у меня сложилось понимание, что вот через христианство или через словенство нам была дана наша система выживания и оздоровления, и профилактики заболеваний и так далее. А индийцам через йогу была эта дана система, а арабам через свои, иудеям через свои и так далее и тому подобное. И однажды мне великий ученый, я считаю, что гений был науки Семенов Виталий Александрович, который олимпийские наши сборные 30 лет готовил, и пока он их готовил, они всех побеждали, высказал эту точку зрения со стороны науки, сказав, что каждому национальности, каждому телу принадлежит своя система здоровья. И поэтому вот он абсолютно отрицательно относился к системам подготовки и питания индийским к русским, значит, китайским к русским и так далее. А какое-то время, когда отпустили спортсменов готовиться на своих, как говорится, хлебах, и они иногда в разных странах жили и готовились, у них были индивидуальные тренера, которые не от сборной России, а сами по себе получали деньги на их подготовку, а потом уже, когда подготавляли так, как надо, включали в сборную, им компенсировали. Ну, в общем, такая система была. Так вот эти тренера, а точнее их врачи, вот этих, подготовляющие этих спортсменов, чего только не выдумывали. Чего только не выдумывали. И Семенов иногда так на них ругался, потому что, хотя он ругался, это, как говорится, грубо сказано, от Виталия Александровича можно было ругательство услышать примерно в таком виде. Ну, что же он сделал? И покачает головой. Вот это его ругательство. А после бы я десняю это, что спортсмен совсем не теми веществами питался, и у него нет теперь накопления того, что нужно для взрыва на Олимпиаде, для взрыва энергии. Значит, не те совершенно мышцы накачивал, потому что при йоге и при других этих совсем другие мышцы и тянутся, и накачиваются не те, которые нужны при беге, при всем остальном. То есть, категорически это ведь... При этом он совершенно уверенно говорил, что да, для китайцев и китайской системы действительно подходящая для индийцев, индийская система. Даже, говорит, строение костей у нас разное, у разных национальностей. И длина, и состав, и крепость, можно так сказать, костей разные. И поэтому то, что применяется как тренировка там, например, для китайца, приемлемо. Там всякие ударчики и так далее. А как, говорит, русскому вот такой удар делать? Он там даже показывал. Если у него рука тяжелее, чем у китайца в три раза, а кость в соотношении с этим слабее в два раза. Поэтому столько, говорит, переломались на всяких этих карате и так далее, не понимая, что эти движения им не свойственны, они другими могут побеждать. Ну, так и было, после изобрели русский стиль, который лучше всех карате оказался для русских, и можно победить любого каратиста, любого, значит, другого русским стилем. Так я к чему веду? Я веду к тому, что когда вы находите какого-то нового, значит, гуру, который вас может просветить, и вы восхищаетесь этим гуру, то помните всегда, что этот гуру уже говорит то, что уже сто раз кем-то сказано. Разберитесь то, что он говорит. Иногда это очень простые вещи. Некоторые гуру работают как на фокусах, так и на чудесах. Мы не знаем, иногда фокус это или чудо. Но мы с вами знаем, что лукавый тоже может дать возможность чудо. Или для какой-то определенной национальной идеи Бог может дать чудо этому человеку, чтобы как-то они взбодрились и обрадовались. Вот, например, был Санья. Ой, не смогу назвать сейчас. Ну вот, в Википедии есть его страничка. Это, можно так сказать, последний индийский святой, такой вот всеиндийский святой. Очень много восхищал, миллионы людей к нему ездили, миллионы людей его, значит, боготворили и боготворят. И действительно, те чудеса, которые он показывал, можно принять как за определенное чудо. Хотя часть из них, конечно, была и фокус. Я в этом убежден. И казалось бы, ну вот, он же проповедовал, как быть здоровым. У него система излечения там и всего остального. Но мой близкий, знакомый, а то и друг Сергей Михайлович Бубновский ездил в Индию к нему его лечить. Жил там у него по месяцу. Ну, что надо же, делал с ним какие упражнения. А у Сергея Михайловича кинезиотерапия, то есть физические упражнения, массажи, лекарства, какие нужно, даже привозил из России. И тот достаточно долго еще прожил с таким лечением. И тогда что мы должны, какой сделать вывод? Что есть в традиционной, можно, системе образования и собрания смыслов у русских. Ну, тот же Бубновский. Русский. То, что дает им возможность собрать любые знания и сконцентрировать в себе. И самое интересное, применить как интуиция. Я однажды был, можно так сказать, судьей на конкурсе детских особо одаренных детей, талантов, где таких детей с разными возможностями 720 человек пригласили. И выяснилась одна интересная вещь. Что у русских детей эта интуиция зашкаливает, а у других, не буду называть каких национальностей, ее просто нет. Они логикой, разумом, еще чем-то тоже свое берут и свое делают. А интуиция либо слабенькая, или вообще нет. И вот это-то и есть, на мой взгляд, главное и удивительное свойство русского человека. Интуиция. Она и в бою помогает. Она и в лечении помогает. Она и в ведении дел помогает. Ну и во всем, в чем захотите. Но у нас это, если православным языком говорить, ангелы нам подсказывают, как и что сделать. Потому что нам Господь говорит, что тому, кто будет двигаться по моему пути, придут ангелы и будут подсказывать. Не будете знать, откуда голос, но зато будете знать, что сказано. Все, здоровья всем, радости, молока парного. Благодати вам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok